В эфире телеканала АЭС новости сейчас в студии Марина Беклемишева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашем выпуске. Он ям открыт. Дороги Иркутска начали ремонтировать раньше обычного. Дороги Иркутска начали ремонтировать раньше обычного. Сначала все разгралось. Как бы вон та куча мусора, вон она вот там вот. Там стояли какие-то бочки с отработкой или каким-то маслом. И они просто лопались, и там вон большая ужа была. Мы эту ужу пытались затоптать ногами. Пожарные тушили их с помощью ранца. Дима Поляков помнит каждую деталь. Как они с одноклассником Данилом Степанчевым заметили первую полосу огня, как звонили пожарным. Пока спасатели ехали, двое пятиклассников вручную с помощью веток тушили наступающий на жилые дома огонь. Чувствовали, что уже ноги нагреваются, что чуть-чуть резинки опнут. Где-то это все заняло, ну где-то с шести часов вечера до девяти двадцати. Сегодня эти двое пятиклассников – герои в Марковской школе. Впрочем, говорит директор Елена Ехлакова, другого поступка от своих учеников не ожидала. И добавляет, справиться с огнем им помогла информация, которую дети получили буквально накануне. В школе прошли уроки по противопожарной безопасности. Поэтому к борьбе с палом травы Дима и Данил оказались готовы и действовали по инструкции. Самое интересное, что буквально перед этим, в течение буквально последних дней, мои ребята разносили листовки о том, что нельзя полить траву, потому что это пожароопасно. Пожарные отметили, что благодаря именно неравнодушию школьников и их грамотным действиям в такой нестандартной ситуации удалось предотвратить крупный пожар. До жилого массива оставалось около ста метров. И если бы не Данил с Димой, то сначала загорелась бы сухая трава на высохшем болоте, а потом огонь мог бы перекинуться на садоводство Содружества. Благодаря грамотным действиям этих школьников пожар был локализован, недопущено распространение пожара на дачные участки садоводства Содружества. Когда пожарные тушили огонь, Дмитрий и Данил им помогали. Позже спасатели отвезли детей домой, поблагодарили родителей и отметили, что если бы не пятиклассники, последствия для всего садоводства могли бы быть куда более печальными. Виктория Малая, Дарья Коренева, Павел Рютин. Новости сейчас. Четверо детей потерялись за сутки в Иркутской области. Их искали волонтеры и сотни полицейских. География поисков от Иркутска до Усть-Кута. Что стало причиной ухода и где нашли несовершеннолетних, расскажем в следующем материале. Первый шокирующий случай произошел в Иркутске. Семилетняя девочка пришла в детский сад и забрала самостоятельно оттуда сестру. Воспитатель спокойно отдала ребенка. Тревогу забила мама, которая позже пришла за младшей дочерью. На поиски выдвинулись все патрули полиции и Росгвардии. Поисковая группа инспекторов ПДН, участковых, уполномоченных. Обнаружил детей экипаж ППС. В ходе оперативно-жеских мероприятий были замечены две девочки, подходящие по приметам. Подъехали к ним, узнали, как их зовут, где проживают, сколько лет. И данные девочки были доставлены в отдел полиции номер 8 для дальнейшего разбирательства. Девочки играли на детской площадке на улице Нефтебаза Ленинского района. В нескольких километрах от дома выяснилось, что они решили погулять. Спасибо сотрудникам полиции, что быстро нашли моих детей. А в Черемхово искали 9-летнего мальчика, который отправился в путешествие. Он решил сначала на попутках добраться до Иркутска. На ребенка, который стоит на обочине, обратил внимание сержант полиции Иван Тит на выезде из города. Мужчина посадил ребенка в машину и пытался его разговорить. Он рассказал мне, что он убежал из дома, с поселка Касьяновки. Доехал до вокзала. С вокзала доехал до, получается, до конца города. И там уже ловил машину, чтобы уехать куда-то в направлении, в сторону Иркутска. Приключения ребенка завершились в отделе полиции, куда его доставил неравнодушный страж правопорядка. Мальчика там отдали маме. Еще в Усть-Куте разыскивали пропавшую девочку. Ее искали свыше 100 сотрудников полиции и порядка 80 волонтеров. К счастью, всех детей нашли живыми и невредимыми. Тем временем статистика заставляет задуматься. Только в Иркутске с начала года полицейские разыскали и передали родителям более 100 несовершеннолетних. Яна Романова, Наталья Ветрова. Новости сейчас. Внесли изменения в проект, а позже отказались выполнять обязательства по контракту. В Листвянке работы по берега укреплению на грани срыва. Компания-подрядчик, которая выиграла аукцион на реконструкцию подпорной стенки, не согласилась с проектной документацией. Мадина Халикова и Артур Рощупкин решили разобраться в ситуации. Так это выглядит на схеме, а на деле незатейливый процесс становится настоящим спасением для жителей и гостей Листвянки. С помощью специального спутникового геодезического приемника на берегу расставляют флажки с отметками. Примерно по этой линии будет проходить новая подпорная стенка вдоль Байкала. Вот найдено местоположение края насыпи. Проект берега укрепления в Листвянке, ожидаемый и важный в ноябре прошлого года из-за захлёстывания волн и временного износа подпорной стенки, в посёлке размыло главную дорогу на улице Горького. Бетонное основание в аварийном состоянии и уже не выдерживает ни ледовую нагрузку, ни туристический поток. Акт обследования о аварийности данного сооружения был составлен, если я не ошибаюсь, в 2011 году. Проваливается асфальт, там есть пазухи, через которые вымывается, обратная засыпка. И, соответственно, в любую секунду может произойти, не дай бог, какая-то чрезвычайная ситуация, может обвалиться дорога и так далее. В сентябре 2018 администрация Иркутского района заключила контракт на выполнение работ по укреплению береговой полосы. Строители должны возвести стену протяжённостью почти в 2 километра. Бюджет более миллиарда рублей. Представители организации внесли корректировки в проект. Решили заменить конструкции берегоукрепления на вертикальную стенку, изготовленную из бывших в употреблении труб. Их используют после демонтажа нефтепроводов. Но власти отклонили предложение, ведь у таких конструкций ограничен срок службы. Изначально подрядчик, когда выходил на данный конкурс, хотел сделать изменения в проекте, что все проектировщики на всех уровнях и та проектная организация, которая разрабатывала данный проект, они отказали. Региональный арбитражный суд вынес требования подрядной организации немедленно приступить к выполнению строительных работ в полном соответствии с муниципальным контрактом. Но, как сообщил Константин Барановский, подрядчик не согласен с таким решением и будет его обжаловать. И в лучшем случае работы начнут не раньше 2020 года. Мадина Халикова, Артур Ощупкин. Новости сейчас. Мать пятерых детей незаконно уволили с работы в предпенсионном возрасте. Полгода жительница Иркутского района Ольга Войчик добивалась в судах нескольких инстанций восстановления на прежнем месте. Все это время за судьбой женщины следила наш корреспондент Екатерина Нерушкина. И вот сегодня долгая тяжба закончилась. Эти кадры мы снимали еще в октябре прошлого года. Тогда многодетную мать предпенсионного возраста Ольгу Войчик, на иждивении которой находится ребенок-инвалид, уволили из городской клинической больницы номер 3. После изменения структурного подразделения больницы для продолжения работы она должна была пройти обучение. Ольгу сняли с должности и обещали восстановить после окончания учебы. Но не только не восстановили, а уволили. В такой ситуации оказалось несколько человек. Но она единственная из санитарочек пожаловалась. И у меня создается впечатление такое, что это просто месть со стороны должностного лица за то, что она пожаловалась. С тех пор прошло около полугода. Женщина перебивалась случайными заработками и кормила семью только благодаря собственному хозяйству. За это время состоялось два заседания суда, где женщина настаивала на восстановление на работу, но ей отказали. Ни на одной из заседаний нашу съемочную группу не пустили. Сегодня это дело слушается в областном суде и впервые нам разрешили вести съемку. То есть те два заявления о переводе на должность уборщика писались не вами? Нет. На прошлых заседаниях Ольга Войчик неоднократно заявляла, что в деле есть несколько заявлений, от ее имени которых она не писала. На сегодняшнем заседании озвучили результаты подчерковеческой экспертизы, которая подтвердила заявление поддельное. В суде Ольгу Войчик поддерживают сотрудники уполновоченного по правам человека в Иркутской области. Со своей стороны представители ответчика назвали это ничем иным, как политическим пиаром. Суд, выслушав обе стороны, удаляется на совещание. Сегодня многодетная мать уже почти не нервничает. Говорит, привыкла и даже не ждет положительного результата. Признать приказ областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская городская клиническая больница номер 3, номер 12-15-я, 15 октября 2018 года об увольнении Войчика Ольги Евгеньевны незаконно восстановить Войчик Ольгу Евгеньевну на работе в областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения Иркутская городская клиническая больница номер 3 в должности уборщика производственных помещений отделения анестезиологии реанимации. Суд удовлетворил требования Ольги Войчика о восстановлении на работу, возмещении заработной платы и моральном ущербе. Сегодня после стольких отказов она даже растерялась от положительного результата. С завтрашнего дня она вновь трудоустроена по решению суда. Правда, идти на работу после стольких унижений страшно. Коллеги ко мне хорошо относились и всегда поддерживали все это время. Но администрация, конечно, я не знаю. Страшно. Ну не страшно, но думаю, что ничего хорошего не будет. Ну, в любом случае, как, что будете делать? Вернусь и буду работать. Я ничего не врала, я добивалась правды своего. Если она примет решение уйти из этого медицинского учреждения, то она уйдет. Если нет, то она будет дальше продолжать работать. А если какие-то будут притязания со стороны администрации, то есть у нас для этого правовые методы регулирования, для того, чтобы в какой-то степени, может быть, работодателя немножко скорректировать. Екатерина Нерушкина, Евгений Шарыпов. Новости сейчас. Готовы экспортировать, но оборудование не годится. Аграрии области могут получить значительную поддержку при покупке оборудования для сушки и хранения урожая до 70% стоимости. Губернатор Сергей Левченко подготовил региональную программу, которая может серьезно обновить устаревшие сельские технологии. Подробности далее. Юрий Тюков, управляющий крестьянским хозяйством, в селе Килимт Лунского района. Здесь разводят много скота и выращивают зерновые. Хозяйство готово увеличивать площади посевов и даже продавать зерно за границу. Для этого продукция должна соответствовать самым строгим стандартам. Здесь уже заложили фундамент под новую зерносушилку и надеются, что инициатива губернатора поможет компенсировать расходы. Программа очень кстати и нужна на сегодняшний день. В том плане, что погодные условия одно, а второе на сегодняшний день договора заключены с Китаем и с Монголией. И мы не можем конкурировать. У них влажность должна быть не менее 14. Другой фермер Николай Савицкий из Нижнеудинского района также готов увеличить производительность. Но мощностей существующей зерносушилки и складов для этого не хватает. Зона рискованного земледелия заставляет применять новые технологии сохранения урожая. Любая поддержка нужна фермеру в настоящий момент. А такое, как зерносушильное оборудование и переработка, конечно, нам нужно в первую очередь. Областные власти готовы направить более 157 миллионов рублей для поддержки таких аграриев. Программа уже согласована на уровне губернатора и правительства региона. Теперь необходимо на утверждении сессии законодательного собрания. Тогда заявки фермеров, которые уже собрал региональный минсельхоз, можно будет выполнить и существенно увеличить производство зерновых и овощей в регионе. Мы четко сегодня оцениваем, какой будет эффект, какая экономическая эффективность. И она сегодня, по экспертным оценкам, составляет на каждый вложенный рубль субсидии 2,5 рубля дополнительной в виде дополнительной выручки. Если инициатива главы региона будет поддержана всеми ветвями власти, продукция аграриев не только наполнит внутренний рынок области, но и серьезно увеличит экспорт зерна за границу. Евгений Павлов, новости сейчас. Традиционно весна в Сибири, пора растаявшего асфальта. Вода на дорогах несколько раз в сутки тает и вновь замерзает, поэтому появление ям и трещин неизбежно. Задача дорожных служб сейчас – сделать все, чтобы водители как можно меньше сталкивались с препятствиями на своем пути. Получается ли ее выполнить, выясняла Анастасия Байдракова. Вот так, с пылью и шумом, но зато быстро и эффективно расправляется дорожная техника с небольшими ямами. Инъекционно-струйный метод позволяет заполнить препятствия до метра в диаметре и глубиной до 20 сантиметров. Эмульсию и щебень машина подает слоями, а автомобили, которые едут по дороге, лишь дополнительно прессуют материал, помогая ремонту. На трассах Иркутска с начала апреля работает пять таких машин. Пока днем, ночью слишком холодно. Этим методом рассчитывают пройти 30 тысяч квадратных метров. Сейчас с этой недели запустили ямочный ремонт асфальтом до 3 и до 25 квадратов. На следующей неделе планируем выйти на ямочный ремонт картами до 100 погонных метров и запустить швозаливщик, то есть приступить к работам по заделке стыков и трещин. Ремонт асфальтом выполняют картами, пока небольшими. Здесь тоже все зависит от температуры на улице. Специалисты говорят, важно прежде всего качество материалов. Хорошо сваренная эмульсия, качественный битум и щебень. Этот щебень скальных пород с высокой прочностью, чтобы не рассыпался под нагрузками. Если работы ведут в соответствии с технологией, такой ремонт должен продержаться как минимум год. Те места, которые уже давно не ремонтировались, так скажем, и для поддержания нормативного состояния нам вынуждены применить ямочный ремонт. Как вы знаете, у нас ведется очень большая работа по ремонту дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Если дорога не попала, то она не может быть брошена. Как вы видите, не только центральные улицы делаем, но и такие вот проезды, улицы второстепенные. Графики дорожных работ на каждую неделю уже составлены. Ориентируются в том числе и на жалобы жителей. Сообщить о том, что рядом с вашим домом или где-то на дороге, по которой вы ездите каждый день появились ямы, может каждый иркутянин. Достаточно оставить заявку на портале «Я Иркутянин» или на сайте МОП «Иркутск Автодор». Специалисты обещают приехать и исправить ситуацию в течение 3-4 рабочих дней. Весна в этом году ранняя, и устранять препятствия начали на пару недель раньше, чем обычно. А уже скоро на дороге выйдет относительно новая для иркутска техника. Швозаливщик будет работать исключительно с трещинами. По плану он должен залить их 16 километров. Анастасия Байдракова, Константин Синицын. Новости сейчас. А вот куда дорожную технику нужно отправить в первую очередь? И что думают иркутские водители о состоянии дорог после зимы, мы спросили у них самих. Снег растаял, дороги были нормальные. Потом снег выпал и все разбило опять. Очень много ям, очень мало разметки, она везде стерлась. Сильно не нравится Карла Марса центральная улица, не нравится Ленина, не нравится Байкальска, новый участок от Баргузина до Донской. Буквально ему год он уже весь разбитый, весь в ямах буквально сегодня ездил. Вообще в целом дороге все не нравится. Карла Маркса мне не нравится в принципе вообще. Ну и что еще? Так на вскидку я даже не скажу на самом деле. Да везде просто сложно выбрать конкретно какой-то участок, потому что везде. Ну наверное сейчас вот академический мост, вот там реально уже много лет ремонт внутри не делал. Едешь, эти права уйдут в дороги. Ну рабочего штаба, наверное. Ну рабочего штаба, наверное. С угольной и в сторону центра до курорта вот этот вот мост и вот этот участок. Ну наверное это вот больше окраина, второй Иркутск, Новоленина, то есть там совсем так печально. И вот о чем пойдет речь далее. Политическое событие, которое войдет в историю. В Устилимске в должность мэра вступила домохозяйка без высшего образования Анна Щекина. Шаманские бубны, его работа. Иркутянин открывает секреты своего мистического ремесла. Молодые и независимые в столице региона торжественно открыли театральный фестиваль «Источник». Наш Иркутский дворик здесь, все как во сне. Будем жить мы на синюши на икаре. Квартир все меньше, успевай. В Иркутском дворике жилье покупай и переезжай. Иркутский дворик 2. 92-60-50. В Устилимске официально вступила в должность 28-летняя Анна Щекина. Лидер городского отделения ЛДПР выиграла досрочные выборы мэра города 24 марта, набрав 44% голосов избирателей. Сегодня она произнесла присягу. В адрес нового городоначальника направили поздравления лидер ЛДПР Владимир Жириновский, губернатор области Сергей Левченко и другие политики. «Спасибо всем моим землякам, кто поддержал меня на выборах. Должность мэра – это большая ответственность и большая честь для меня». Единая Россия продолжает прием документов для участия в предварительном голосовании. Эта процедура позволяет партии отобрать достойных кандидатов, которые будут представлять ее на муниципальных выборах в сентябре этого года. Документы участники начали подавать еще в марте. Сейчас процесс вступил в активную стадию. Каждый день региональный исполком получает 10 заявок, и это только для участия в выборах в Думу Иркутска. Причем регистрируют как членов партии, так и беспартийных. 30 апреля прием документов завершат, а после начнется агитационный период, в рамках которого пройдут дебаты и встречи с избирателями. Само предварительное голосование состоится 26 мая. «У нас отбор кандидатов проходит в публичной форме. У нас нет такого, что кто-то с кем-то договорился, и мы выдвигаем человека. Те, кто претендент на выдвижение от «Идиной России», должны продемонстрировать поддержку избирателей, должны продемонстрировать готовность вести избирательную кампанию, показать какие-то ресурсы организационные, людские, финансовые и так далее. Предварительное голосование как раз такую цель преследует». Голосовать за кандидатов смогут все жители, причем в этом году не только на участках, но и в интернете через сайт госуслуг. Результаты предварительного голосования подведут не позднее 28 мая. Он провожает людей в мир духов, исцеляет от болезни и даже предсказывает будущее. Бубен – главный атрибут шамана. Но для иркутского мастера Сергея Пуртиана это в первую очередь музыкальный инструмент. Бубны – его изготовление. Есть у шаманов не только в разных городах России, но и мира. Так чем же отличается простой барабан от мистического обрядового? Сегодня наша съемочная группа побывала в гостях у бубнодела. «Я свои бубны делаю из материала, который называется пилиный шпон. Это бук. Он толщиной 4-5 миллиметров. Я его гну. У меня приспособа самодельная. И уже потом склеиваю его в три слоя шкуры. Мне знакомые фермеры привозят. Я уже их сам их выделываю. Выделка такая называется кож-пергамент. Это в обычной извести. Обезвалашивается, потом натягивается. Перед тем, как натягивать кожу, ее нужно вымочить в обычной воде, предварительно отрезав от нее полоски. Это будут шнурки, которыми мастер пришивает шкуру к обечайке – ободу бубна. У меня есть волшебная иголка. И я непосредственно уже, как швея-мотористка, буду шить наш кожаный шнурочек. Я бубны делаю в начале весны. Всю зиму я заготавливаю шкуры, потому что зимой идет забой животных, коз. После пришивания шкура высыхает и плотно натягивается на обод. Делать бубны Сергей Пуртян научился сам. Десять лет назад вдохновился игрой новосибирских музыкантов. А в магазине подходящего барабана не нашел. Решил сделать свой. Сразу не получилось, но метод проб и ошибок сработал безотказно. Теперь Сергей профессионально изготавливает барабаны и бубны. И, конечно, главные его клиенты – шаманы. Под звуки бубнов, изготовленных в этой мастерской, проводят обряды в Бурятии, Иркутской области, Якутии и даже в Перу. Все ударные разной формы и звучат тоже по-разному. А для своих изделий Сергей придумал отличительные черты – авторские ручки. Я вот придумал вот такие свои ручки. У меня вот есть серия ручек, это так называемый ангон, двухпомощник. Вот если посмотреть, тут стилизованный человечек, вот ручки, голова. Сергей отмечает, он изготавливает просто музыкальные инструменты. А вот шаманским бубен делает не особенность конструкции или рисунка, а только сам шаман. Ты его повесишь на стенку, это будет украшение. Ты начнешь на нем играть, это будет музыкальный инструмент. Ну, допустим, возьму, чтобы показать. Вот барабан, да? Я сейчас буду играть на нем просто пальчиками. Теперь возьму колотушку. Совсем другая ритмика, совсем другая. Возьму мягкую колотушку будет. Так что вот и все отличия. За годы мастер вывел свою теорию. Каждый бубен знает своего хозяина еще на этапе изготовления. Какие-то инструменты подолгу ждут своего обладателя. Но обязательно дожидаются. Вот у чего хорошего бубна, ну вот вообще как бы, у него должно быть очень долгое послезвучие. Вот я стукнул, и он несколько секунд еще вот идет. Марина Беклемишева, Александр Барановский. Новости сей час. Сцена, на которой готовы к экспериментам. Фестиваль современной драматургии и молодежных независимых театров «Источник» открылся в Иркутске. Самые злободневные темы и самые смелые артисты четыре дня будут говорить о сокровенном. О том, что предстоит увидеть, далее в сюжете. Остро и смело о том, что для многих табу говорить все, что кажется важным. Позволить себе такую роскошь, да еще со сцены могут не все. На фестивале современной драматургии молодежных независимых театров «Источник» собрались именно такие люди. Дух эксперимента, который присущ вот этим молодежным объединениям, он очень интересен. Актерская смелость и злободневность важны здесь, как никогда. А сами артисты на фестивале непростые. Два спектакля сыграют люди с ограниченными возможностями. Это интегрированный театр-студия О, а также новый спектакль театра танца-продвижения с участием артистов с диагнозом ДЦП. Для режиссеров это очень хороший такой плацдарм для каких-то своих идей, которые нельзя поставить в государственных театрах. И все-таки хочется высказаться, а где? Ну, только не государственные театры, а те единомышленники, которые тебя поддержат. Представят свои постановки на фестивале театр танца Владимира Лапаева, камерный театр-подвал, интегрированный театр-студия О для людей с ограниченными возможностями. Также пройдут лекции и мастер-классы, творческие лаборатории, встречи и квартирники. А еще артисты приготовят для зрителей небольшой сюрприз за время фестиваля. На фестивале будет работать театральная лаборатория для участников фестиваля, то есть по несколько человек от театров-участников. Будут собираться каждый день и в течение четырех дней будут делать небольшие постановки. Небольшую постановку, которую покажут на закрытии фестиваля 14 апреля. Увидеть спектакль фестиваля «Источник» можно с 10 по 14 апреля на сцене театра танца Владимира Лапаева «Продвижение», а также на площадке камерного театра «Подвал». Екатерина Нерушкина, Евгений Шарыпов. Новости сейчас. И в завершении выпуска о спорте. Каратисты из Иркутской области привезли четыре медали со всероссийских соревнований «Кубок успеха». Чемпионат проходил в Новосибирске. В нем приняли участие более 1300 спортсменов из 24 регионов России. Также приехали гости из Казахстана и Киргизии. Среди мужчин старше 16 лет победу одержал иркутянин Денис Волохов. Он также выполнил норматив мастера спорта России. В возрастной категории 12-13 лет бронзовыми призерами стали каратисты из Братска Ярослав Лосев, Даниэль Иргешев и Кирилл Капустян. И на этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. До встречи.